Захотелось мне по образцу и подобию с предыдущим кронштейном сделать такой же по его шаблону из нержавейки. Взял двухмиллиметровую, потому что она оптимально подходит к щелочке между пятой дверью и корпусом. Там как раз 3,5 миллиметра. В чем особенность нержавейки? Ну, во-первых, резать желательно только болгаркой, потому что вручную резать нереально. Пресса у меня нет, из доступных инструментов только болгарка. Сверлить тоже невесело. Сверла на 12 под антенну сразу не нашел. Просверлил на 11. Вот теперь мучаюсь, как расширить. Ну, я думаю, найду на 12. Просверлю, это не проблема. Дырочки немножечко скосячил для крепления. Сместил немножко. Пришлось болгаркой прорезать сквозные. А так, в принципе, та же самая технология. Вот в этих тисках, что вы видите на фотографии, мне с трудом удалось согнуть ее. Пришлось искать у соседей по гаражам большие тиски и в них уже выгибать. Ну, получилось неплохо. Единственное, сейчас стоит вопрос, что делать? Покрасить либо убрать в термоусадку? Люди, которые с нержавейкой работали, говорят, что краска плохо держится на нержавейке. Надо, во-первых, ее все ошкурить поверхность ровненько и сделать шероховатой. Так что, чего-то мне не хочется красить. Пока склоняюсь к нержавейке. Ну и в конце вывод. Друзья, если у вас есть умение, желание, ну и, конечно же, время поработать вручную с металлом, то смело беритесь за изготовление такого кронштейна. Результат получается очень хороший. Кронштейн удобный, красиво смотрится и здорово стоит на машине. Извините, специальное видео для этого фильма я не снимал с результатами эксперимента. Просто выставлю здесь две хвасталки, которые отправил друзьям, которые тоже увлекаются себе связью. Так что визуально вы сможете оценить, как стоит кронштейн из нержавеющей стали. Напомню, нержавейка 2 миллиметра. Вот что получилось из нержавейки 2 миллиметра. И зазор нормальный. Единственное, вот здесь вот подложил, сейчас чуть-чуть подрегулирую. Так, сантиметра 4,5 термоусадку вот сюда бы хорошо надеть, вот так вот и обтянуть все это дело. Будет вообще идеально. Вот как выглядит это внутри. Чуть-чуть промазал с отверстиями, ну проточил их насквозь. То есть до конца они прорезаны. Так, давай потихоньку закрывай, Саша. Отлично, да как хочешь. Все, отлично. Вот, сюда у меня модель. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok